ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я снова приглашаю вас на передачу ДОМ-ЭКОНОМИСТА ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ. Тема сегодняшней передачи, на мой взгляд, очень актуальная. Сегодня мы поговорим о жизни в кредит. Что нужно знать каждому? По данным Центрального банка, в России по итогам первого квартала 2021 года 42 миллиона заемщиков. При этом 10 миллионов граждан в счет погашения долгов по кредитам отдают 80% своего дохода, а треть должников вообще не в состоянии погасить свои кредитные обязательства. Ситуацию с кредитами обсуждали в мае на встрече фракции «Единая Россия» с председателем Центрального банка Эльвирой Набиулиной. Руководитель фракции Сергей Неверов предложил разработать меры для защиты интересов заемщиков. По итогам встречи был разработан и внесен в Государственную Думу закон о защите минимального дохода должников. Согласно законопроекту, задолжниками закрепят право на сохранение ежемесячного дохода в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. Подобная ситуация с закредитованностью в истории современной России уже была в 2005 году, когда россияне получили кредитов на 1 триллион рублей, а в экономический кризис 2008 года массово не смогли их оплачивать. Высокий процент просроченных и невыплаченных, ничем не обеспеченных кредитов привел банковскую систему России к кризису. Для реанимации банковского сектора по инициативе Банка России были внесены изменения в законодательство и ужесточены условия выдачи кредитов. Несмотря на сложную ситуацию с пандемией и падение реального дохода граждан, уровень кредитов в России остается на достаточно низком уровне по сравнению с другими странами. Показатель долговой нагрузки по данным Национального бюро кредитных историй на 1 апреля 2021 года составил 25,6%, тогда как в США этот показатель 75,2%, и это далеко не рекорд. В Швейцарии этот показатель 134% от ВВП. Однако общий процент не всегда отражает реальную ситуацию, которая еще больше осложняется продолжающейся пандемией и ограничениями. 17 июня 2021 года Госдума приняла закон о защите минимального дохода должников как одну из мер по поддержке населения. Ну, вы знаете, уважаемые телезрители, что, наверное, каждый четвертый человек у нас в стране так или иначе имеет кредиты. И это, конечно, очень важный показатель. Такие данные нам дает аналитический центр НАФИ. Вот россияне продолжают наращивать долг перед банками, микрофинансовыми компаниями, ну, особенно это в пандемию, когда у нас произошло падение доходов. Поэтому в этом плане, я думаю, что сегодня правильно поговорить, наверное, бы о том, что у нас за кредитные продукты и инструменты, как к ним нужно относиться. Нужна финансовая грамотность. И вот об этом мы сегодня, собственно говоря, и поговорим. В гостях у нас сегодня специалист, очень хорошо разбираясь в этом вопросе, Евгения Станиславовна Лазарева, руководитель проекта Общероссийского народного фронта за права заемщиков. Здравствуйте, уважаемая Евгения Станиславовна. Здравствуйте. Евгения Лазарева, экономист, ранее занимала должность директора Департамента Международного банка и председателя Совета директоров информационного агентства в сфере финансовых рынков. С 2015 года сооснователь комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России». Комитет объединил более 60 регионов и 63 тысячи участников. Автор программы финансового просвещения «Кредитный фарватер» и ряда других программ поддержки финансовой грамотности. Более 17 лет занимается социальной деятельностью в сфере финансового просвещения. Является членом Высшего совета партии «Единая Россия» и участником предпринимательской платформы партии. Эксперт и советник по развитию в Ассоциации развития финансовой грамотности состоит в экспертном совете по защите прав потребителей при Банке России. Евгения Станиславовна, вот многие знают, что при оформлении кредита очень часто об этом говорят. Необходимо, соответственно, смотреть мелкие строчки, что там написано в договоре, читать внимательно. Многие предполагают, необходимо с юристами сначала обсудить. Но я сегодня хочу немножко о другом. Дело в том, что очень часто люди сталкиваются при получении кредита с так называемой кредитной историей. Вот что это такое за кредитная история? Что это за документ? Почему так важно? Важно держать руку на пульсе, то есть регулярно заказывать отчет по ней, что делают далеко не все, особенно те, кто с кредитами не связан. Кредитная история, это, скажем так, это история вашего финансового здоровья, по большому счету. История выплат по вашим заемным обязательствам, она хранится в бюро кредитных историй. У нас есть их несколько. Все зависит от того, какой кредитной организации изначально убрали кредит. И для того, чтобы узнать, где хранится, в каком бюро именно хранится твоя история, нужно узнать либо на сайте Банка России, либо на портале Госуслуги, в каком бюро хранится история. После этого направить запрос на получение кредитной истории и два раза в год это можно сделать абсолютно бесплатно гражданину. Почему важно знать про свою кредитную историю? Во-первых, вы видите свою историю, видите свой рейтинг. Этот статус помогает вам получать необходимые следующие заемы. Например, вы решились на ипотеку, и ваша кредитная история, в общем-то, она благоприятно влияет на ту ставку, которую вы получите по кредиту. Если у вас хорошая кредитная история, вы можете ожидать, что банк предложит вам ставку чуть-чуть пониже. Либо, если у вас плохая кредитная история, банк вовсе может вам отказать. Иногда в кредитной истории можно найти займы, которые вы не брали. Это значит, что вы стали жертвой финансов кредитного мошенничества. Мы работаем с жалобами населения потребителей финансовых услуг по финансовым продуктам. Были случаи, когда человек уже из кредитной истории узнал, что что-то в его жизни идет не так. Важно знать свой кредитный рейтинг. Но если кредитную историю можно два раза в год получить бесплатно, то в личном кабинете любого бюро кредитных историй можно следить за своим кредитным рейтингом. Это полезно, потому что если вы заметили изменение кредитного рейтинга, то можно, собственно говоря, подумать и о причине. Кредитный рейтинг тоже имеет несколько шкал. То есть есть низкий кредитный рейтинг, он где-то на уровне 400. Это значит, что вы неответственно исполняли свои обязательства, близки к банкротству, закредитовались, у вас предельная долговая нагрузка превышена. Есть отличный кредитный рейтинг. По одной шкале одного бюро это где-то около 850, Национальное бюро кредитных историй. По объединенному бюро там немножко другая шкала, но в принципе методики одинаковые, там 1250. Это значит, что вы отличный, перспективный, ответственный гражданин, который своевременно исполняет свои финансовые обязательства и может претендовать на то, чтобы спокойно кредитоваться, получать кредиты и займы. Банки часто еще, как я бы заметил, без разрешения запрашивают кредитные истории россиян. Но вот множественные запросы действительно ухудшают кредитный рейтинг россиян. А что еще может испортить нам кредитную историю? Вот я хотел бы предложить послушать мнение экспертов по этому вопросу. Банки часто без нашего согласия и без нашего письменного одобрения запрашивают нашу историю в бюро кредитных историй, зачем они это делают. Надо понимать, что кредитная организация – это не благотворительный фонд, это коммерческая организация и хочет денег, соответственно, ищет на рынке людей, кому можно предложить свой кредитный продукт. Как это сделать? Отдел продаж кредитной организации запрашивает в бюро кредитных историй выписки по своим клиентам, по всем запросам, какие когда-либо были. То есть достается максимальное количество кредитных историй, до которых может организация дотянуться. Аранжируется в определенном порядке, только каждый банк знает, как они это делают, и отбирают заемщиков, которым они готовы были бы сделать предложение по кредиту. И потом появляются вот те самые звонки, смски, что мы вам предодобрили кредит. Вот откуда оно берется. Это незаконно. По закону, только с нашего с вами письменного согласия, кредитная организация имеет право делать запрос в БКИ. И действительно, это влияет на наш скоринговый балл. Если за последние 12 месяцев было там больше десятка запросов, и это все негативно отражается на скоринговом балле, да, это так. Что нужно делать в такой ситуации? Если вы не хотите, чтобы ваши данные отправлялись, да, куда бы то ни было, нужно написать соответствующее заявление в Бюро кредитных историй. Это первое. Второе. Если вы подаете заявку на кредит в банк, порядочный банк спросит у вас разрешение, письменное согласие, и только после того, как вы даете это письменное согласие, банк делает официальный запрос в БКИ для того, чтобы оценить вашу кредитную историю и давать вообще вам кредит или нет. Были случаи, когда, вот реальный случай у нас в стране, человек подал в суд на кредитную организацию на возмещение морального ущерба. Только суд решает, какой моральный вред таким образом получил человек, да, но там было положительное решение, человек выиграл дело, отсудил у банка некую сумму в качестве компенсации морального вреда за то, что банк позволил себе такие действия. Бояться того, что ваш кредитный рейтинг таким образом занизится, не стоит, потому что все банки понимают этот механизм, что другие банки тоже запрашивают, это не вы, и, в общем, все понятно кредитной организации, поэтому для нас с вами, для одобрения кредита на более выгодных условиях гораздо важнее делать так, чтобы наша кредитная история была чистенькой, хорошенькой. Главный фактор, на который обращают банки при вынесении решения по конкретному заемщику, это его кредитспособность, то есть способность погасить кредит, то есть это самый главный фактор, фактор дохода, на самом деле доход, который он получает, ну и, конечно же, там, если есть какие-то еще виды задолженности, на которые он должен тратить часть дохода, то есть не нужно переоценивать значение кредитной истории. Кредитная история – то, что было в прошлом, то есть у вас могли быть какие-то ошибки юности, когда у вас была, например, небольшая просрочка, 1-2 месяца, там, у банка основной вид просрочки – это свыше 3 месяцев. То есть все не так страшно, и поэтому я бы больше внимания обращал все-таки на свои денежные потоки. То есть, кстати, то же самое, в принципе, есть для бизнеса тоже. То есть банк просто просчитывает, для вас легко будет обслуживать этот кредит или сложно? Первый фактор. Второй – есть ли обеспечение? То есть если это автокредит под залог машины или, соответственно, ипотека под залог вашей недвижимости, у банка гораздо меньше риск, соответственно, ставка там будет гораздо ниже для вас. По потребительскому кредиту, по кредитной карте, там, конечно, ставка будет повыше. Но по кредитной карте, соответственно, если вам уже небольшая сумма, может быть, это будет выгоднее вам, если там есть льготный период, и вы можете справиться, погасить вовремя, и тогда для вас это будет очень дешево. В итоге. Так что здесь нужно, мне кажется, работать больше не на создание видимости перед банком, а на то, чтобы, в принципе, у вас финансовая ситуация была здоровая и был запас прочности. Потому что без него, и неважно, есть кредит или нет, без запаса прочности сложно пройти через все сегодняшние перипетии. Потому что кто знает, что завтра будет. Часто говорят, что кредитная история – это очень важно, потому что вы пойдете брать кредит или что-то еще такое. Да, может быть, это важно не только для того, чтобы взаимоотношения с банками, или там, может быть, еще на что-то это влияет, кредитная история. В некоторых случаях определенная работодатель в общем-то предпочитает, что, опять-таки, это право человека предоставят, но не обязанности. Говорят, что нам было бы здорово, если бы у нас работали сотрудники с отличной кредитной историей. Это касается определенного круга профессий, руководящей должности, например. А в некоторых случаях это собственное понимание, это такой как бы индикатор собственной ответственности. Некоторые люди следят за весом, кто-то за кредитным рейтингом. И по-хорошему, это должно быть частью жизни для человека в современном обществе. Это крайне важно. Потому что, если ты видишь и ощущаешь, наблюдаешь за тем, что происходит в твоей жизни, меряешь температуру своего финансового здоровья, ты, как бы, можно сказать, продвинутый финансово грамотный человек, который стремится к тому, чтобы принять решения, в том числе финансовых, со стороны кредитной организации и так далее, он обладает необходимыми компетенциями, доверием, ответственностью и так далее. Но бывают случаи, когда человек, в принципе, добропорядочный, даже раньше погасил кредиты, а что-то влияет на его кредитный рейтинг. И вот здесь есть несколько подводных камней. И все дело в том, что у нас как бы система защиты, скажем, прав заемщика, равно как и кредитная грамотность. Они находятся в такой не самой разной стадии. Но, тем не менее, бывают случаи, когда у человека почему-то изменился кредитный рейтинг. Это повод, во-первых, посмотреть, что произошло с кредитной историей. А потом неожиданно узнаешь о том, что, например, ты при оформлении каких-то заявок, выбирая финансовый продукт, много раз оформил заявку и получил отказ. Это тоже влияет на кредитный рейтинг. И вот в случае... Ну, мы сейчас все переходим в такую цифровизацию, за нами много гоняется различная реклама. Человек, который принимает решение о кредитовании, тоже должен внимательно относиться к онлайн-заявкам. Потому что заполнение онлайн-заявки с последующим отказом запросов в кредитную историю тоже влияет на этот самый кредитный рейтинг. Если вы сделали это бездумно, например, написав большую сумму, несоответствующую размеру ваших доходов, или же, наоборот, срок, на который вам нужны эти деньги, были в этом невнимательны, заполнили 20 заявок, потому что там решили просто посмотреть. Оформляя такую онлайн-заявку, в том числе, на самом деле, дает согласие на обращение к вашей кредитной истории. Если в последующем к этой заявке пришел отказ, это тоже влияет на ваш кредитный рейтинг. И вот это обстоятельство, на наш взгляд, как общественников в сфере потребления финансовых продуктов, говорит о том, что мы считаем, что человек должен быть уведомлен. У него, как при вложении средств в какие-то сложные рисковые финансовые инструменты, есть всегда декларация о рисках. Человек, который заполняющий заявку, он тоже должен быть проинформирован о том, что данные о данном запросе при принятии кредитного решения, если будет отказ, тоже повлияет на его кредитный рейтинг. И мы считаем, что все-таки такое уведомление должно быть, потому что иногда люди делают это автоматом, иногда это делают совершенно боты, какие-то кредитные брокеры оформляют за человека, а на самом деле это отражается на его показатели, его, скажем так, финансового здоровья. И еще один важный аспект. Бывают случаи, в принципе, запрос на кредитную историю, возможно, только согласит человек, в большом счете. Когда-то заполнил, согласилась, что банк, например, обратится в бюро кредитных историй для того, чтобы принять решение. И иногда возникает случай нарушения прав гражданина, когда это обращение не санкционировано. Возможно, вы оставили действительно след в интернете, заполняя какую-то онлайн-заявку. Возможно, какая-то кредитная организация нарушает ваши права и отправляет запрос для того, чтобы потом заспамить вас рекламным предложением. Возможно, это сделал кредитный брокер или лид-генератор. Вы, на самом деле, об этом не знаете, а в нашем представлении человек должен принимать решение об этом. Отклонять такой запрос или одобрять. Потому что здесь все-таки есть такая грань нарушения прав заемщика. Общероссийский народный фронт, насколько мне известно, предложил Центробанк обязать банки, уведомлять заемщиков о рисках, онлайн-заявках. Да, совершенно верно. Мы предложили, написали обращение в Банк России над тем, что действительно человека нужно предупреждать. Объясню, почему мы это сделали. По данным одного из бюро кредитных историй, в прошлом году было подано 160 миллионов запросов в бюро кредитных историй. 165 миллионов – это больше, чем население Российской Федерации заявок на рассмотрение кредита. Из них 68% получили отказ. Львиной долей этих заявок были онлайн-заявки. Многие из них формировались через кредитных брокеров, через рекламные предложения, которые приходят. Естественно, что это плохо влияет на тот самый кредитный рейтинг человека. В этом смысле, чем быстрее человек познакомится с понятием кредитный рейтинг, кредитная история, он начнет его отслеживать, тем лучше, потому что сейчас, как не споришься, ты когда-нибудь смотрел свою кредитную историю, но на самом деле большинство людей скажут, ну, как бы я узнал о ней, когда обратился в банк за кредитом, и мне отказали. Когда к нам обращаются граждане, которые узнали о своей кредитной истории, вернее, о сюрпризе своей кредитной истории, на которых там вследствие потери персональных данных были оформлены кредиты, а они об этом не знали, узнали только от коллекторов, условно говоря, и не знали, что они не исполняют обязательства. Это тоже факт, который отражается, если вы где-то нечаянно, в общем-то, стали жертвой таких злоумышленников, оставили свои персональные данные, был оформлен кредит, то это да. Все равно это как бы тоже такая экосистема. Сейчас очень часто, вот у нас есть примеры последних, вот последнего месяца, у нас было несколько подобных обращений, когда вследствие вот телефонного финансового мошенничества мошенники подключались к телефону человека через TeamViewer, подавали запрос на выдачу кредита, списывали последующим этот кредит. Человек об этом на самом деле не подозревал, а узнавал о том, когда уже ему позвонили, сказали, коллега, а где твои платежи? Мы тебе полтора миллиона вот так вот с легкой руки согласовали. А потом, открывая приложение, узнаешь, что кредит был получен и отправлен в неизвестном направлении либо снят. Но это происходит вследствие потери персональных данных. Это редкий случай, но последние случаи мошенничества, они к этому приводят. А бывают случаи, когда просто оформить займ, небольшой микрозайм на онлайн-платформе несложно. Если ты где-то засветил своим паспортными данными, ты легко можешь заметить, что у тебя там где-то... Кто-то тебе сделал подарок в 30 тысяч рублей онлайн-займ. Они маленькие, но тем не менее, проценты по ним, в общем-то, тоже ежедневно начисляются. И человек не понимает, а как же вот так случилось, что вот этот кредит... Но это все происходит вследствие потери данных. Иногда это делают какие-то в том числе близкие родственники, такие, скажем так, социально несостоятельные, берут на бабушку, на дедушку, кредиты оформляют и так далее. Такое тоже случалось в нашей практике, к сожалению. У нас сейчас эпоха цифровизации, технологии быстро развиваются, все происходит очень быстро, и у человека должна быть такая опция. Мы подтверждаем и удаляем друзей в Фейсбуке. Я считаю, что запрос, к твоей собственной кредитной истории, если ты сам это как-то не инициировал, они тоже должны быть одобрены или отклонены, если ты не планируешь, например, в это кредитное учреждение получать какой-то... Ну или наоборот, можешь уже пожаловать, что какое-то кредитное учреждение или кредитный брокер интересует своей историей, хотя это запрещено законодательно. Вот остается только дальше решать следующий вопрос. И мне кажется, вот одним из важных историй, безусловно, удобно, когда ты не разбираешься в кредитовании и кредитный брокер помогает тебе подобрать кредит, отправляет за тебя заявки и так далее. Но в некоторых случаях, к сожалению, такие случаи в практике есть, брокеры оказываются недобросовестными, и человек и переплачивает, и еще и, в общем-то, попадает в неприятные схемы, получает деньги у нелегальных кредиторов. Это тоже, на самом деле, действительно проблема. И на наш взгляд, если банки, микрофинансовые организации, профессиональные участники рынка обладают лицензией и находятся в зоне надзора, то вот кредитный брокер, который тоже, в общем-то, много оформляет заявок и участвует в жизни человека, это тоже должны быть поднадзорные все-таки участники финансового рынка. Ну и в завершение нашей сегодняшней беседы я бы хотел такую практическую ситуацию. Вот человек, который, ну, где-то, может, и брал, там как-то один раз, два раза, пару раз кредит, а может, не брал вообще, но обращается за кредитом. Значит, что ему нужно знать, вот, когда он идет за кредитом в банк? Вот я хотел бы предложить послушать мнение экспертов по этому вопросу. Прежде всего, человек должен соизмерить свои доходы и ту сумму кредита, которую он собирается брать. Это очень важно для того, чтобы понять, сможет ли человек обслуживать этот кредит. Если человек решил, он, значит, должен понять, какой кредит он берет и соотнести его со своей заработной платой. Долговая нагрузка, объем кредита не должен превышать 25% заработной платы, которую человек получает вот за тот период, на который он этот кредит берет. Это первое. Второе. Посмотреть внимательно, как часто банки взимают этот процент. лучше всего процентные платежи отнести на более поздний период времени, потому что если кредит берется такой на какой-то длительный период времени, то лучше проценты отнести на потом. С течением времени деньги дешевеют, и деньги будущие стоят дешевле, чем деньги сегодняшние. Это первое. Второй момент. Как банк предпочитает или как он предлагает гасить этот кредит? Единовременно или частями? Для любого человека удобнее, для того, чтобы планировать свой бюджет, гасить кредит и процентные, равные платежами в течение какого-то периода времени, в течение трех, четырех, там, полгода и так далее. Это так называемый аннуитетный платеж. С банком, если банк этого не предлагает, с банком можно поговорить, банкиры на это соглашаются достаточно легко, потому что банк в этом случае практически ничего не теряет, а вот для вас, как для заемщика, это достаточно удобно, вы можете прямо в бухгалтерии подать заявление, чтобы не забыть заплатить очередной платеж банку каждый месяц из зарплаты отдавать туда не более 20-25% заработной платы. Что такое хороший кредит? В первую очередь надо смотреть на его стоимость. И вот здесь базовый показатель, на который все ориентируются, это ключевая ставка Банка России. То есть наш регулятор, Центробанк, определяет, сколько стоят деньги, а точнее, сколько стоит взять деньги в долг. Для нас с вами, для обычных людей, понятно, что кредит будет несколько дороже, потому что банки закладывают ставку по кредиту, риски связанные с невозвратом кредита и стоимость своих услуг тоже. Второй момент, на который нужно обращать внимание, это другие компоненты стоимости, потому что в полную стоимость кредита могут входить комиссии, штрафы, еще что-то. Пожалуйста, обращайте на это тоже внимание. И опять же, по требованиям регулятора банки обязаны указывать не только процентную ставку, но полную стоимость кредита на первой же странице договора. Еще один момент, это простота договора, желательно, чтобы договор был коротким, там было ясно и четко все прописано, то есть, чтобы сотрудник банка вам до конца объяснил все действия, все нюансы, связанные с взятием и погашением кредита, в том числе, так называемой скрытой комиссии. Мне кажется, к кредитованию такому масштабному стоит прибегать, когда ты точно понимаешь, какие у тебя финансовые цели, зачем тебе этот кредит. Даже если ты в отпуск поехал в кредит, то, собственно говоря, может быть, стоит лучше копить на отпуск весь год, чем вот так вот кредитоваться, а потом весь год расплачиться. Ну, разные у людей обстоятельства. А вторая история, это про то, что, конечно, здорово брать кредиты обеспеченные. Лучший кредит, это ипотечный. Ну что ж, спасибо большое, Евгения Станиславовна. Я благодарю вас за то, что приняли участие в нашей передаче. Я думаю, что мы все четко ощутили, думаю, что наши телезрители это все поняли, что улучшить свою кредитную историю можно только одним способом правильно рассчитывать свои силы и дисциплинированно платить по счетам, что называется, по кредитам. Спасибо вам. Всего доброго. Уважаемые телезрители, я благодарю вас за ваше внимание. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!